Приветствую зрителей канала Форнаксфильм. Рядом со мной находится самая горячая, самая ожидаемая печная новинка этого года. Печь, которую вы могли знать под названием Скоропарка 2019. Именно так, потому что с этого года компания ТМФ вносит корректировки в название своих модификаций и эта печь выйдет на рынок уже под названием Скоропарка 3. Выпускаться она будет всего лишь в одной модификации. Модификация Скоропарка 3, люмина, черная бронза. Историю развития линейки Скоропарок вы можете проследить по роликам, которые находятся на нашем канале. Там вы можете найти сравнение модификации 2017 года с самой первой Скоропаркой, чем они отличаются, как они работают. Принцип работы этой печи практически тот же самый. Это печь непрерывной парогенерации. То есть здесь есть, конечно, каменка, но пар получается за счет испарения воды из этого огромного бака. Характеристики печи просты. Рассчитана она на объем помещений, парильных помещений от 6 до 16 кубических метров. Емкость бака составляет 52 литра. Его достаточно для нескольких часов работы печи в режиме парогенерации, а также при необходимости воду можно использовать для обычных целей в бане. Это помыться, запарить веник. И эта печь, конечно же, очень интересна тем, что здесь применен совершенно иной принцип парообразования, нежели чем у ее предшественниц. Если вы помните, в модификации 2017 пар образовывался из специального пароперегревателя, который устанавливался на выход дымохода и распылялся сверху. Здесь пар подается уже в нижней части. Казалось бы, да, вертикальный бак, но пар подходит с нижней части. Как он туда попадает, это самый интересный момент в этой печи. Внутри этого бака находится дымоход, внутри которого находится трубка, подающая перегретый пар в специальный пароперегреватель, который является также еще и пламяотбойником. Это такая металлическая пластина, которой, собственно, происходит догревание пара, и он выходит слева и справа от печи безопасными потоками. Температура пара очень высокая, достигает 400 градусов. Этого пара вы не увидите, потому что он настолько мелкий, что, в принципе, разбивается на отдельные молекулы. И этот процесс непрерывный. Несмотря на это, в конструкции печи предусмотрена еще и каменка для резкого поднятия влажности в парном помещении. Но давайте разберем печь и посмотрим, как она устроена. Для того, чтобы разобрать печь, нам потребуется сначала открыть крышку бака. Крышка бака имеет вот такую подштампованную форму, открывается простым движением. Есть, если вы видите, такие вот специальные направляющие. Крышка очень интересной, такой овальной формы. Сразу понятно, что эргономика для разработчиков была на первом месте. Отверстие для залива воды повторяет контуры ведра и можно из ведра, смело, не боясь пролить, выливать воду в этот бак. В самой крышке есть, собственно, ставший уже привычным для печей скоропарок защитный клапан, который срабатывает только в тех случаях, когда в баке образовывается избыточное давление. Для того, чтобы разобрать печь, нам нужно сначала отсоединить патрубок пароперегревателя, который идет внутри трубы и закреплен он вот этой гайкой. Открутили гайку, с обратной стороны ослабили контргайку. Перед тем, как снимать бак, снимем декоративную рамку каменки. Собственно, по этой трубе пар, который получается при кипении воды в баке и попадает непосредственно в пароперегреватель, который находится внутри топки. Сейчас я вытащу его и покажу вам. Представляет собой вот такую металлическую емкость. Пар поступает сверху, проходит под давлением вниз, здесь он уже догревается и через это отверстие попадает к нам в парную. Вот такое нехитрое устройство печи Скоропарка 3. Скоропарку можно топить длинными дровами. Глубина топки позволяет использовать дрова до 50 сантиметров и при этом часть дров будет находиться, конечно, в топливном канале, но в Скоропарке это допустимо. Гореть они будут не где-то там далеко, а непосредственно возле красивые дверцы с жаростойким стеклом. Прежде чем при обратной сборке водрузить декоративную рамку на эту печь, я хочу рассказать о возможностях каменки Скоропарки 3. В нее входит до 80 килограммов камней, причем камни можно использовать различной фракцией. Если вы уложите в эту каменку более крупные камни, оставив проход для воздуха, то вы тем самым улучшите конвекционный обогрев помещения. Вода в каменку подается очень просто. Можно плеснуть в любое место каменки. Вода вдоль бака попадает в специальный желобок. Внешняя стенка этого желоба имеет такую гофрированную структуру и благодаря именно вот этой гофре внизу есть отверстия, равномерно распределяющие воду по всей поверхности каменки. Очень изящное решение. Максимальный уровень воды в баке отмечен специальной риской. Не следует его превышать, так как в этом случае часть воды может попасть через трубку в пароперегреватель. В этом нет ничего страшного, печь прочихается и будет дальше работать, но лучше этого не допускать. Максимальная концентрация пара, максимальная интенсивность достигается только тогда, когда бак практически полностью наполнен. Да, печь будет работать и при меньших объемах воды в баке, но в этом случае интенсивность парообразования будет пониже. Если же вам необходимо снизить интенсивность парообразования, то можно воспользоваться ящиком зольника, как поддувалом, и прикрыть его, а можно просто налить меньше воды в бак. Для увеличения длительности работы печи на одном объеме воды можно установить расширительный бак. Бак подключить можно как с левой, так и с правой стороны. Дно бака имеет специальную подштампованную форму, оно как бы выпуклое, и благодаря этому не образуется шайба льда даже тогда, когда вы оставили в воду небольшое количество воды на зиму в этой печи. Вода сливается очень просто, штуцеры находятся в самой нижней точке бака. Ну вот мы и закончили процесс сборки-разборки Скоропарки 3. Вы увидели, что в принципе она разбирается очень просто, ее очень легко транспортировать даже на большие расстояния. Ну и если вы еще не оформили предзаказ на эту печь, заходите на наш сайт fornax.ru, напишите нашим менеджерам, и как только печь появится в свободной продаже, мы сможем оформить вам доставку и оформить продажу. Поэтому оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на канал Fornax Film, заходите на сайт fornax.ru, следите за новостями в наших соцсетях. До встречи, пока!